Здравствуйте! Это программа «Тема дня». С вами Вера Таран. 1 октября в Твери стартовал легендарный фестиваль «Музыкальная осень в Твери». И в этом году у фестиваля юбилей 50 лет. Именно по этому случаю у нас сегодня в гостях Андрей Кружков, художественный руководитель и главный дирижер Тверской филармонии. Здравствуйте! Здравствуйте! И Сергей Левин, член Союза композиторов России, артист, опять же, Тверской филармонии, хорместер губернаторского камерного хора «Русский портес». Здравствуйте! Ну а я напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на Тверской радио частоте 95 и 5 FM, радио Монте-Карло. Вот сегодня у нас музыкальная тема, причем мы поговорим о классической музыке в ее вариациях. Ну, хотелось бы начать, конечно же, с фестиваля, который начался 1 октября, идет уже неделю. И еще целый месяц практически он будет радовать любителей классической музыки. Насколько я помню, этот фестиваль всегда очень много людей его посещают, и, в принципе, он рассчитан на широкую аудиторию. Ну вот хотелось бы вспомнить, может быть, немножечко историю, истоки. То есть 50 лет — это очень серьезная дата. Вообще, вот как все начиналось, и кому принадлежит эта идея создания такого фестиваля? Я хочу сказать, что действительно, 50 — это такая вот цифра очень мощная, крупная. И, безусловно, таких вот фестивалей, мне кажется, в России долгожителей не так много. А наш фестиваль нынешний, за которым закрепилось последнее такое название «Музыкальная осень в Твери», и вот под этим названием он существует уже практически, я не знаю, больше 30 лет, и в 85-м году он поменял название. До этого, в 69-м, он назывался «Союз фестиваль», первый фестиваль «Союз труда и искусства». В духе времени. В духе времени, да. В 73-м, пятый фестиваль уже назывался «Мастера искусств Верхневолжью». 13-й фестиваль в 82-м году был переименован в «Волжская березка», даже такое название он имел. И уже с 85-го года, начиная с 16-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери» существует вот под таким названием. Мне кажется, что это очень удачное название, очень такое вот интересное. И это, безусловно, еще раз подчеркиваю, это сейчас один из брендовых фестивалей не только Тверской филармонии, но и всего нашего Тверского региона. И, конечно же, на протяжении такого длительного отрезка времени, безусловно, хочется вспомнить легендарные имена исполнителей, такие как и блистательный пианист Святослав Рихтер и Эмиль Киллис. Это замечательные музыканты Елены Образцова, певицы. Кстати, Елена Образцова, Елена Васильевна, она вот буквально перед уходом в мир иной, она тоже приезжала сюда и выступала до последнего. Очень любила и наш концертный зал, и любила выступать на этом фестивале. И я вспоминаю ее последний концерт, это совершенно потрясающая программа была, и публика очень тепло встретила певицу. И много-много других имен. Это Иосиф Кобзон, это Людмила Зыкина. И такие коллективы легендарные, как оркестр имени Осипова, оркестр под управлением Некрасова. По-моему, лучший симфонический оркестр — это все афиша фестиваля за вот этот вот большой, достаточно длительный промежуток времени. И, конечно, если поначалу, когда мы читаем архивные записи, смотрим фотографии, не так много было концертов, то в рамках этого фестиваля, то сейчас это такие разноплановые концерты совершенно разных направлений музыкальных. Начинают от направления академической музыки, народные направления. И, конечно, сейчас вот в этом году очень широко представлен у нас джаз. То есть у нас вот буквально четвертого, пятого, там должен был концерт состояться четвертого октября. Пятого октября на сцене выступил Сергей Жилин со своим фонографом. А вот на закрытии нашего нынешнего фестиваля выступит группа, которая впервые будет вообще к нам приедет в Тверь. Это очень интересная группа вокальная, «Кулан Джези». Вот поэтому мы всех приглашаем, 30-го в Тверской филармонии. Ну а 1 октября, последние годы, это стало очень хорошей традицией, в Международный день музыки открывать фестиваль. И вы знаете, последние годы, ну то есть у нас были разные варианты. Всегда хотелось открыть какой-то очень яркой программы, мы всегда искали пути эти. То есть это и Александр Гиндин, который, кстати, тоже очень давно не участвовал, очень часто открывал фестиваль. В этом году он будет выступать с нашим оркестром Российской Камерата и дирижером Пётром Сулковским 27 октября. Но вот последние годы мы делаем такие очень масштабные проекты с участием сводного симфонического оркестра, с участием сводного хора, в состав которого входит наш губернаторский камерный хор «Русский портес», которому, кстати, в этом году мы отмечаем юбилей, 30 лет русскому портесу. У нас отдельный будет концерт, мы о нем, я думаю, поговорим. Большой симфонический оркестр, я уже сказал, сводный, с участием губернаторского камерного оркестра «Российская Камерата», при участии дополнительных инструментов, музыкантов, которые играют на медно-духовых, деревянно-духовых инструментах. И, конечно, вот такие проекты многие очень любят, такие сочинения, как Карл Орф, Кармина Бурана. В прошлом году мы замахнулись на девятую симфонию Бетховена. В позапрошлом году у нас была кантат «Александр Невский». Была вторая симфония Мендельсона Бартольди «Хвалебная песня». То есть это такие проекты, которые, к сожалению, они одноразовые, потому что это требует, во-первых, большого исполнительского состава. Это все очень трудно организовать, но, тем не менее, нам удается делать такой действительно праздник музыки. И в этом году мы уже по большим просьбам наших уважаемых поклонников повторили «Реквиум Верди». Это совершенно величайшее сочинение, которое тоже написано для солистов. Причем со стороны солистов сопрано, мецисопрано. Это были солисты Тверской филармонии, заслуженная артистка России Татьяна Скворцова сопрано, Ольга Атрахова, лауреат премии правительства России, мецисопрано. И замечательные музыканты, москвичи, солисты Большого театра Захар Ковалев, тенор, и Александр Маркеев, бас. Хочу сказать, что в состав сводного хора, помимо русского портеса, я бы хотел это отметить, мы вместе создаем вот эти проекты с замечательным коллективом. Это хоровая капелла «Мальчиков и юноши» города Конакова. Руководители отец Вадим Махновский и Наталья Махновская. Это замечательный коллектив, который выступает действительно на лучших площадках России и зарубежья. И нам с ними очень интересно работать. Они сейчас в очень хорошей форме. И, безусловно, прежде чем планировать программу, вот уже следующего года мы советуемся с ними. Потому что, конечно, вот такого качества коллектива очень трудно будет найти. И вот такой вот эксперимент, который мы начали много лет назад, он у нас продолжается. И мне кажется, что вот с таким успехом прошел этот концерт 1 октября. И это было такое хорошее начало, ну, такое хорошее начало нашего фестиваля, о котором мы сейчас говорим. Вот не могу вас все-таки не спросить, чем «Музыкальная осень в Твери» отличается от других фестивалей? Есть какие-то, может быть, принципиальные отличия, какая-то уникальность, характерная именно для нашего фестиваля? Ну, я вам хочу сказать, что у нас действительно существует много фестивалей разных направлений. То есть, если фестиваль музыки Баха, которому тоже уже почти 30 лет, это направление академической музыки. Это в основном барочная, современная музыка. Это чисто классический фестиваль, если мы понимаем под словом классика академическое направление. То фестиваль «Музыкальная осень в Твери» — это тот фестиваль разноплановый, разножанровый. То есть, здесь выступает и Сергей Жилин, который всем хорошо известен как джазовый музыкант. Здесь такие классические проекты, как были 1 октября. Здесь будет замечательный коллектив, это ансамбль «Гжель», такого народного плана, народного направления. Здесь, безусловно, такой вот, знаете, фестиваль, в котором принимают участие и солисты Тверской филармонии, и тверские музыканты, российские музыканты, и зарубежные. Я хочу это тоже подчеркнуть. Ну, вот 27 октября совместно с нашим оркестром, с Александром Гиндиным, блестательным пианистом будет выступать дирижер из Польши, Петр Сулковский, с которым мы тоже очень долгое время сотрудничаем. И я думаю, что это будет очень интересная, во-первых, программа. Это второй концерт Рахманинова в уникальной версии, сделанной для фортепиано и струнного оркестра. И впервые на нашем фестивале, это тоже одна из особенностей, потому что должно что-то звучать новое, прозвучит квинтет для фортепиано и струнных Мечислава Вайнберга, которому в этом году тоже исполнен 100 лет. Это замечательный композитор. На Баховском фестивале мы совместно с нашим другом, музыкантом Марком Дробинским исполняли его виолончельный концерт. Завтра, 9 октября, состоится как раз концерт губернаторского хора «Русский портез», которому, как вы сказали, тоже юбилей в этом году, 30 лет. Андрей, вот расскажите, пожалуйста, представьте Сергея еще раз. Я расскажу два слова, и, конечно, я представлю Сергея, тем более Сергей действительно столько регалий, и все у вас, это я обо всем скажу. 30 лет на самом деле коллективу «Русский портез». Сперва он существовал как модригально-певческий ансамбль. В начале, в 1989 году был образован, руководил этим коллективом, замечательный музыкант, очень известный музыкант в хоровом, так сказать, направлении. Это Игорь Андреевич Журавленко, исследователь, к сожалению, он недавно ушел из жизни. И существовал он достаточно долго, аж там 14 лет, до 2003 года. Ансамбль исполнял, то есть в репертуаре ансамбля была в основном музыка средневековья, музыка раннего ренессанса русская. И с 2003 года ансамбль был преобразован в камерный хор. Это уже было не 12, а 18 человек. Коллектив стал базироваться в Тверской филармонии, здесь, в Твери. И сейчас в нем работают музыканты, которые закончили наш Тверской музыкальный колледж, Тверской педагогический колледж, закончили консерватории российские. И вот в том виде, в котором он сейчас существует, мы выступаем на разных площадках. Это замечательный коллектив со своими достижениями. Одно из них, буквально совсем недавно, в Подольске, на Всероссийском хоровом фестивале, мы взяли третье место. Это был окружной этап, очень серьезная борьба. И я хочу поздравить ребят, потому что они действительно живут в очень плотном графике. Они спели «Реквием Верди» и сейчас готовят свою сольную программу. А что касается завтрашнего концерта, это будет одна из программ русского портеса. Это очень интересная. В первом отделении прозвучит музыка капелла. Это тот основной репертуар, который составляет сейчас основу нашего репертуара. Немножко неправильно сказал. Прозвучит музыка, которая составляет наш основной репертуар капельный. А во втором отделении это будет, мне кажется, одна из интереснейших работ. Вот я сейчас представлю Сергея Левина. Он является, во-первых, членом Союза композиторов России. Очень интересный и талантливый композитор, чья музыка звучит не только у нас здесь в России, но и за рубежом. И мы, безусловно, мы, я имею в виду коллективы филармонии, являемся активными такими пропагандистами. И в самых, наверное, таких интересных фестивалях, в том числе и зарубежных, исполняем его музыку. И, наверное, вот такой будет эксперимент. Во втором отделении у нас состоится премьера, которая называется «Соловьиное эхо». И мне бы хотелось, чтобы Сергей сам рассказал, потому что Сергей для него это работа личная. Он является, еще раз подчеркну, хорместером хоров, знает эту работу все изнутри. И вот какие мысли у него возникли, и что завтра будет, я думаю, что стоит рассказать ему. Сергей, слово вам. Спасибо. Ну, конечно, мы рассказать все не можем и не будем, потому что... Надо приходить и слушать. Надо приходить, смотреть и слушать. И все карты. Всех приглашаю. Да, приходите. Вот. Вначале, конечно, скажу, что моя композиторская, скажем так, судьба, она тесным образом связана именно с русским протезом, потому что, когда я учился в Гнесинке в Москве на композитора, я себя плохо представлял, честно говорю. Плохо представлял вообще, где я дальше буду реализовывать себя, свое творчество, да, куда, как оно будет направлено, кто это вообще будет исполнять и так далее. И когда по, ну, таким вот вполне объективным обстоятельствам вынужден был приехать в Тверь, то первое, куда я обратился, это филармонию, поскольку до этого у меня был уже опыт пения в хоре, в разных хорах, в основном церковных, я подумал, что, может быть, пригожусь и здесь. И оказался, в общем, ко двору, пригодился. И вот с тех пор, с 2006 года для меня работа в русском протезе, это, кроме того, что это работа хориста, да, музыканта, это еще и работа композитора, потому что я изнутри понимаю все особенности, что такое хоровая музыка, как это делается, как это делается так, чтобы это было тонко, по-хоровому, потому что написать можно, зная теоретические, как бы, основы, да, а когда ты сам это все поешь и понимаешь лучше, тогда и хористы тебе говорят спасибо за то, что это написано удобно, и не нужно, как говорится, там, ломать голос, да, для того, чтобы это спеть. И вот к этому сочинению, которое завтра прозвучит, я, в общем, шел достаточно долго, и оно, как Андрей Челесович заметил, оно действительно для меня очень личное, поскольку с ним связаны некоторые даже, можно сказать, какие-то вот такие мистические моменты, да, в моей жизни и истории, потому что та личность, которой посвящено это сочинение, и на чьи стихи, написанные хоры, она, вот как выяснилось в моей жизни, в моей судьбе, она с самого раннего детства проходила, только я об этом не знал, потому что Николай Александрович Квашнин, тот человек, о котором мы завтра будем рассказывать, он проживал буквально, ну, в полутора-двух километрах от родового моего гнезда, где моя мама жила, и мы даже не знали, потому что это имение его не существует, оно сгорело еще в 50-х годах 20-го века, на его месте построен там уже охотбаза, и, в общем, об этом только старожилы помнили, что здесь какой-то барин жил, и, собственно, и бабушка моя рассказывала о том, что моя прабабушка даже когда-то работала у барина, ну, я барин и барин, ну, я понятия не имел о том, что... И вот потом вот так вот постепенно, это как вот, знаете, по одной ниточке распутывалась эта история, когда я выяснил, что, оказывается, там жил Квашнин, и когда я познакомился с Виктором Ильичем Васильевым, основателем Лемешевского музея в Князево, я узнал, что Квашнин был связан и с Лемешевым напрямую, причем не просто связан, а по сути дал ему путевку в жизнь, то есть это был первый профессионал, который увидел в нем талант певца, актера, и у которого он в его, так сказать, театре в имении, у него был свой театр, у Квашнина, и Лемешев там впервые на сцену выходил и пел там сочинения свои, и Квашнин, будучи знаком, понятно, с известными людьми в Твери, он поспособствовал тому, чтобы Лемешев дальше, чтобы его прослушали, чтобы его начали обучать, таким образом они вышли на Николая Сидельникова, который теснейшим образом тоже... Николай Михайлович. Да, на его отца композитора. Первый художественный руководитель филармонии. Вот, то есть понимаете, какие связи? Все-таки что-то существует, я не знаю, какое-то проведение, что ли, можно как угодно назвать, но это очень интересно. И вот представьте, да, мне дает собрание сочинений Васильев, которым тоже вот чудом сохранились эти стихи у потомков, которые даже в России сейчас не живут, они живут на территории Украины, и он еще тогда, когда образовывал этот музей, он поехал в Ужгород, встретился с внучкой, значит, Квашнина, и от нее получил рукописи его стихов. А, как вы знаете, ну и вся интеллигенция дореволюционная, она была очень широко разнообразованной, и широкие у них таланты, разносторонние интересы были, и поэтому Квашнин, кроме того, что он был архитектором и художником по своему прямому, так сказать, образованию, естественно, писал стихи, писал пьесы для своего театра, в которых участвовал Лемешев. Вот, и мне попали в руки вот это собрание сочинений, его я начал читать стихи, и, понимаете, в одном из стихотворений вместо названия написано «Для хора». Ну, как я должен был реагировать? Это просто знак. Да, это был как знак, да. И вот мне Квашнин говорит, я вот сто лет назад написал, а ты вот там в хоре поешь сейчас, может быть, что-нибудь такое напишешь, вот и на меня, вот для хора. Естественно, я написал это первое стихотворение, которым откроется наш цикл «Какая ночь, какой простой». Вот, и дальше потом все это постепенно закрутилось, я решил, что я напишу цикл, а потом думаю, ну что же будет просто цикл, давай я буду перемежать, значит, хор, стихотворение, хор, стихотворение, а потом дальше, а дальше, а давай я расскажу вообще, кто такой Квашнин. То есть, как бы мы расскажем людям, люди не знают, я сам не знал, кто это такой. То есть, у вас предполагается концерт не просто выступление музыкальное, но некая беседа, некий рассказ. Это рассказ, это экран, это фотографии, это видео даже. Мы специально с хорошим оператором поехали туда, где находилось имение, мы сняли природу, мы сняли те места, и зрители все это увидят, услышат, и, в общем, будет интересно, я в этом почти не сомневаюсь. И, кроме того, хор это будет не просто статично на сцене стоять. Мы сделали такое театрализованное представление, хор впервые будет именно в таком амплуа, то есть, неконцертный хор. Коллектив, который стоит на станках, ну, вы знаете, да, что хор... Классический, да. Потому что это вот то, что касается народных хоров, да, они все время с движением, у них даже есть там определенные какие-то танцы, а вот Сергей сделает действительно хоровое действие. И это, почему я подчеркиваю, это будет наш дебют, потому что хор работает в разных направлениях. Я уже сказал, основное это акапельная музыка, очень много сочинений, которые хор исполняет с оркестром. Это и даже в таких вот современных проектах, ориентированных для молодежи, нон-стопах, то есть, это произведения и Битлз мы поем, и так далее. Но современная музыка тоже занимает особое место. И я вам хочу сказать, что сочинение, которое написал Сергей, ну, я просто скажу изнутри, поскольку мне все время приходится, наверное, первый, один из первых, получая вот эти партитуры, я вижу, что с какой любовью, с каким пиететом вообще и уважением к хору, он как композитор пишет, но самое главное, знаете, как вот всегда очень важно, чтобы для хора было не просто удобно написано и исполнимо, а чтобы это действительно была какая-то музыка очень содержательная. Это Сергей, это вот что не сочинение, то вот просто не побоюсь этого слова шедевр. И вот все хоровые произведения, которые мы исполняли, кстати, ты помнишь, да, в 2008 году, когда мы поехали на Рождественскую Прагу, мы исполняли «Ночь сокровенная» и получили гран-при с этим произведением. И кроме того, конечно, мы все время смотрим на реакцию публики, на реакцию публики, на реакцию тех людей, которые пришли слушать. И это всегда, это не просто аплодисменты, это всегда восторг. Поэтому вот это «Соловьиное эхо» — потрясающая музыка, как всегда, знаете, как выношенная из глубины, продуманная, очень интересная и неформальная, что немаловажно. Поэтому вот, учитывая, что у нас еще год театра в этом году, мы решили сделать вот такой вот перформанс. Я думаю, что те, кто придут, обязательно не уйдут равнодушными. — Во сколько у вас состоится концерт и как туда попасть? Самый главный вопрос после такого рассказа. — Все очень просто. У нас можно приобрести билеты и через сайт Тверской филармонии, тверфилармоник.ру, можно позвонить на кассу, там еще остались билеты, наверное, я думаю. И во сколько? 18.30, 18.30 — начало нашего концерта. Это что касается завтрашнего концерта. — Ну и, кстати, вот можно еще такой параллель провести. Так получилось, я не знаю, Андрей Вячеславович специально продумывал это, или вот это вот все опять же встало на свои места. У нас в первом отделении, как он уже сказал, будет Калинников, Никольский, Чайковский и много этих самых хоров на стихи Пушкина, которому, как вы знаете, 220 лет исполняется. — Да, юбилейный. — Да, юбилейный. Так вот, параллель интересная, что мы будем в моем сочинении, которое на стихе Квашнина, мы будем тоже говорить о Пушкине. Потому что и для всей интеллигенции, конечно, 19 века, начало 20-го Пушкин был совершенным гумиром. Ну, впрочем, как и сейчас остается нашим все. — Ничего не поменялось. — Да, да. И он даже в своих экспромтах, которые сохранились, он подражает, открыто подражает Пушкину. И вот эта вот связь, пушкинские тексты, связанные со временами года, там, допустим, у нас есть осень, да, лето. Мы будем петь хоры нашего тверского композитора, моего коллеги Константина Тушенка на стихи Бунина. Тоже о природе. И у нас во втором отделении, в нашем действии, тоже много стихов о природе. То есть это такое, получается, даже цельное. Вот сама программа нашего юбилейного концерта, она получается цельная. Хотя вот там будет классика, тут будет современная. Но очень много перекличек. Я думаю, что будет очень интересно публике, зрителям эти параллели находить. Это как бы все вот в едином пространстве времени. Как бы нет прошлого, нет будущего. Есть вот оно настоящее. — Совершенно верно. Совершенно верно. И Сергей, кстати, пишет музыку, он пишет, опираясь, безусловно, на традиции наших русских классиков. Я думаю, что вот те, кто знают его музыку, являются поклонниками, они это все чувствуют. Потому что сейчас очень важно подчеркивать, ну, я не знаю, для кого важно. Для меня очень важно, когда композитор все-таки, и не просто так, с улицы, да, а композитор, который действительно изучил очень много вот этих наших корней. То есть у него есть какая-то идея. Вот у Сергея, у него однозначно, у него замечательная семья, у него прекрасная супруга. И вместе они, кстати, выступают тоже, выступают дуэтом, да, Сереж? И Таня замечательные стихи пишет, и у них прекрасный такой вот тандем. И вот когда задают вопрос, а что сейчас пишут, я все время привожу пример сочинения Сергея. И, кстати, это не единственное сочинение, которое будет звучать на фестивале. Буквально вот через несколько дней, 17 октября, у нас будет еще один юбилейный концерт, уже посвященный юбилею нашего баяниста Максима Сальникова. И я хочу сказать, Сереж, это не моя была идея, это была идея Максима включить в программу своего концерта, а у него действительно интересная получается программа, там будет и музыка Ришара Гальяна, и музыка Астра Пьетцолы. Он говорит, мне очень нравится сочинение Сергея Левина «Тернистый путь красоты», написанное для фортепиано, баяна и струнного оркестра, которые он написал буквально вот там несколько лет назад, и которые уже услышали не только здесь, в Твери, несколько раз, но и уже услышали на фестивале, престижном фестивале в Швейцарии и в Польше. Вот не могу вас не спросить, да, мы сейчас проговорили про творчество, о том, какой будет завтра концерт, и все-таки чем живет сегодня хор? Вот очень важно, Андрей отметил, то, что корни, незабыты корни наши, и вы это культивируете. Что, может быть, еще вас вдохновляет? Ну, знаете, мне очень нравится выражение художника нашего русского Николая Рериха «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего». Очень образно и очень точно для меня. То есть, в 20 век вообще вот в искусстве он начался с отрицания всего прошлого. И мы знаем, вот эти вот люди, которые как бы отбросили все, так сказать, каноны, все правила, все условности и начали творить совершенно новое искусство, они сделали, конечно, огромный прорыв на самом деле в искусстве, и за это им большая заслуга, то есть, вернее, благодарность. Но так получилось, что искусство уперлось куда-то, ну, условно говоря, в черный квадрат. То есть, мы как бы пришли к тому, что... Очень символично. Началось, и дальше двигаться некуда. Ты знаешь, да, про нововенскую школу, да, где был Шонберг? Да, да. Он уже в конце, когда создали вот эту вот серийную технику, он же в конце жизни сказал, что я, похоже, ошибся. Это же его слова были. То есть, это вот ты правильно все говоришь, продолжай. Да, и вот, если даже говорить о Шонберге, Веберне, они сделали действительно массу открытий интересных в оркестровке, в каких-то стиле, формообразовании. Но в итоге очень многие авангардисты, кто начинал именно как авангардист Шостакович, ну, наши, допустим, Шостакович, Прокофьев, абсолютно же ведь были такие резкие ребята. Да, просто такие авангардисты. В итоге Прокофьев пришел к Седьмой симфонии, к абсолютной простой... Этот самый Шостакович пришел абсолютно таким уравновешенным, каким-то понятным, основанным на традиции, обогатив себя вот в этом поиске, пришел к этим сочинениям. То есть, я вспоминаю даже, когда приехал после первого года обучения к своему педагогу из училища по фортепиано, и начал ему показывать свои первые, так сказать, опусы, да. А я тогда увлечен был ранним Прокофьевым. Вот, и он немножко так это посмотрел, говорит, как-то сложновато. Типа, я говорю, ну, вы знаете, к простоте надо прийти. Говорю, надо ее как бы вот выстрадать, а не просто... Он мне тогда говорит, да, действительно, ты, наверное, прав. И действительно, вот чувствуешь, как проходит. Хочется написать понятнее, чтобы ни одного лишнего не было звука. Вот ни одной лишней ноты, ни одного лишнего звука. И чтобы это было немногословно, потому что мы знаем, как у нас в современности время, оно сжимается. Вот то, на что раньше нужны были годы и месяцы, сейчас все это должно вот в считанные дни проходить. Также и дети наши сейчас так учатся, что раньше можно было засесть за мировую литературу, и вот это все вот, все романы осваивать. А теперь у них программа стала больше. Раньше они 19-й век изучали, а теперь у них еще 20-й добавился. Когда все это успеть? Я сам иногда себе эти вопросы задаю. Как, а что будут бедные наши потомки делать? В 20-м веке пишется прекрасная литература. Там Улицкая, Водолазкин, вот из современных авторов, например, я недавно для себя их открыл. И все это наши потомки должны будут как-то через себя пропустить, потому что это накопление. Дай бог, чтобы это было, чтобы они читали, а все не свелось, опять же, к интернету и коротеньким выдержкам о произведениях, которые сейчас тоже, что не редкость. Не могу не спросить, вот Андрей, возвращаясь к фестивалю, что еще ждет? Все-таки еще впереди большая часть фестиваля. Про концерт мы поговорили. Чем еще будете удивлять и радовать? Да, ну у нас впереди концерт певца, которого очень любит тверская публика. Это Владислав, концерт Владислава Косарева. Он приедет сюда со своим ансамблем. Ну, я уже стал говорить о, я думаю, что мне стоит подробнее рассказать о концерте Максима Сальникова, тоже потрясающий музыкант, баянист, который, кстати, для тверской публики открыл Астер Пьетцолу в свое время, уже там больше 10 лет назад, сделал множество проектов, в том числе и с нашим оркестром. И будет очень интересная программа. Вместе с ним будет выступать замечательная гитаристка, солистка филармонии Татьяна Николаенко. Партию фортепианов сочинения Сергея будет исполнять лауреат международных конкурсов Ольга Орлова. И я думаю, все те, кто придут на этот концерт, они получат, безусловно, массу удовольствия, потому что действительно вот такая вот картина репертуарная, которая представлена вот этим вот музыкантом, она действительно восхищает, поражает. Это и современная музыка, и Астер Пьетцола, и многое-многое из того, что услышит наш слушатель, если придет на концерт. Поэтому всех приглашаем. Это будет 17 октября. 22 октября замечательный легендарный коллектив, то есть коллектив, который работает в народном таком вот направлении. И вообще я хочу сказать, что на нашей сцене, несмотря на то, что у нас сцена небольшая, у нас за эти годы в последнее время выступали и коллективы из Москвы, и Рязанский камерный хор, и народный камерный хор, и хор Пермяковый. И вот сейчас приедет знаменитый ансамбль «Гжель». Поэтому это будут потрясающие костюмы, это будет какая-то своя тоже интересная программа. Поэтому я думаю, что это будет интересно для тверского зрителя. Ну, концерты, которыми я сказал, 27 октября с участием нашего оркестра, Петра Сулковского, дирижера и Александра Гинзина. Кстати, Александр действительно, мы его тут смотрели, последний раз он уже более 5-6 лет назад приезжал, выступал вместе с нами. Это блистательный музыкант, который уже пытался дирижировать, у него уже был свой оркестр, то есть он находится в поиске, это лауреат конкурса Чайковского, ну, выдающийся музыкант. И, конечно, его выступление ждет тверская публика. Ну и кроме того, интересные сочинения, о которых я уже сказал. Ну и 30-го закрытие, это группа, которую никто никогда не слышал здесь, в Твери, но я надеюсь, что она очень всем понравится. Это будет фестиваль музыкальной осени в Твери, но на этом фестиваль заканчивается, а жизнь филармонии, творческая жизнь продолжается, и у нас впереди множество тоже проектов. Во-первых, у нас с ноября стартуют абонементные серии. У нас два семейных абонемента, у нас шесть концертов разноплановых, и у нас есть собственный абонемент нашего оркестра Камерата Плюс. Продажи абонементов уже закончены, но можно еще будет приобрести билеты на эти концерты, будут очень интересные программы. В абонементе Камерата Плюс будет очень много новых дирижеров. Буквально в ноябре приедет к нам гость из Германии, наш соотечественник Антон Легкий, который представит тоже интересную программу, такой композитор, не знаю, Сергей знает, Ремезов, значит, написал, это композитор из Екатеринбурга, написал произведение, называется «Страсти по Андрею», написанное для хора, оркестра. И, безусловно, исполнение таких сочинений современных, это всегда тоже и стимул, и возможность показать для тверской публики, что вообще, собственно говоря, пишут не только здесь, у нас в Твери, но и вообще в России, и за рубежом. Замечательная программа будет у нас в декабре. Ксения Жарко — это главный дирижер театра «Аперетты», будет интересная программа. Я хочу сказать, что мы в ноябре ожидаем приезд легендарного коллектива, это петербургская певческая капелла, которая руководит, мы говорим, легенда хорового искусства, Владислав Чернушенко, он уже находится в почтенном возрасте, но вот он уже подтвердил свое участие. Мне кажется, этот коллектив будет впервые участвовать. Коллектив с большой историей — это один из старейших, если не самый старый коллектив профессиональный в России. Поэтому для нас, безусловно, это очень ожидаемо и интересный приезд будет. И я хотел бы рассказать о концертах органной музыки. Это обязательно. Это обязательно, потому что, конечно, спрашивают, зачем отличается ваш зал от других залов. Безусловно, с уважением, биететом относимся ко всему тому, что происходит у нас в Твери и в других городах. Но я вам хочу сказать, что единственный орган Верхней Воложи — это в Тверской филармонии. Потрясающая акустика и вот это сочетание органа «Регерклос», который мы сейчас тоже ищем средства. Сейчас уже подошло то время, когда нужно его реконструировать, ремонтировать. Но, тем не менее, органные концерты у нас очень востребованы публикой. И мы, конечно же, ищем возможности приглашать самых-самых лучших, интересных органистов. Ну вот у нас наш сезон открыл органист из Испании, который впервые выступил. Это Даниэль Сальвадор. И, кстати, испанские композиторы практически никогда не звучали у нас. Буквально вот несколько дней назад блестящий был концерт с участием победителя многих международных конкурсов Константина Волоснова. Это блестательный музыкант, который сейчас живет в Москве, концертирует по всему миру. Он представил сложнейшую программу. Я, честно говоря, даже сидел два отделения на концерте, я не знал, что у каждого органиста есть ассистент. Ассистент буквально не находился, то есть все время он с одного угла в другой бегал, переключал. То есть это виртуозно было и для органиста, и для самого ассистента. И кроме того, конечно, просто высочайшего уровня программа. Ну и скажу, что впервые к нам в ноябре, это уже концерты, которые прошли, а вот впервые в ноябре к нам приедет органист из Италии, Джампел и де Роза. Итальянский органист, который тоже мы все ждем с нетерпением. И я надеюсь, что приедет первый, но не в последний раз. Вот это то, что будет в ближайшее время. Ну и за всем остальным у нас будет их кстати. Вот я не сказал, в ноябре у нас замечательная программа, которую готовят артисты Тверской филармонии. Наш оркестр, наш хор, программа, посвященная к юбилею Александры Бахмутовой. Это вот, кстати, одно из тоже направлений, я уже сказала, классическая музыка, джазовая, эстрадная. Это вот такая ретро-эстрада. Это направление, которое любят, мне кажется, все. И люди почтенного возраста, и молодежь с удовольствием ходят. А что-то песни действительно они пережили уже не одно десятилетие. И люди с удовольствием приходят. У нас аж два концерта будет в ноябре. И будут тоже интересные сочинения, интересные гости на этом концерте. Ну и кроме того, конечно, мне бы хотелось сказать, что спрашивают, а что Новый год? А что Новый год? Новый год не выгорает. В прошлом году, да. Ну, у нас, как традиционно, Тверская филармония представляет программу для детей, для взрослых. В прошлом году у нас была замечательная сказка. Сергей, помнишь, как она называлась? Волшебная лампа Аладдина. Это была атмосфера Востока. Это были такие замечательные декорации. Мне кажется, очень удачная получилась программа. Вот на этот раз совершенно полярная будет сказка «Морозг». Это будет уже русская тема. В этом году музыку к спектаклю пишет наш замечательный музыкант, композитор Константин Тушенок, режиссер-постановщик, заслуженная артистка России Галина Петрова. Это практически состав всей нашей труппы филармонии. Сергей тоже, кстати, участвует. Кстати, Сергей, я еще не сказал, что... Это вам тоже можно задать. Интересно. Он рассказал обо всех, так сказать, ипостаси, в которых мы его представили. Но Сережа еще руководит ансамбль «Мортель», который очень хорошо известен. Это вокальный ансамбль мужской. И, кстати, у вас тоже можно, да, Сережа, множество будет тоже выступлений. И они работают совершенно в разных жанрах, в том числе и в жанрах такой вот, знаете, классической эстрады. И подхожу еще раз к одному проекту, к новогоднему. Я сказал, что будет для детей, а для взрослых. В седьмой раз уже мы по многочисленным просьбам нашей публики мы продолжаем проект в Новый год с музыкой нон-стоп, сезон седьмой. Я вам скажу, для тех, кто, может быть, не был у нас на концертах, это проект, который очень хорошо себя зарекомендовал. Это только живое звучание орхестра, это только живое звучание исполнителей, никаких минусовок. Это специально сделанные аранжировки. Это совершенно какая-то великолепная атмосфера. У нас будет Дед Мороз, Снегурочка. У нас будут потрясающие музыканты, ребята, которые, занимаясь классической музыкой, многие из них перестраивают себя. И не просто пытаются, а, мне кажется, с большим успехом демонстрировать свое мастерство в эстрадном направлении. Поэтому это очень интересно, это востребованные билеты. Сейчас уже вовсю продаются, поэтому спешите приобрести. Ну и, конечно, мне хотелось бы сказать о рождественском фестивале «Свера в третье тысячелетие», который традиционно у нас проходит в январские дни. Это, как правило, десятые числа января. Как правило, у нас не один концерт, один концерт Тверской филармонии, один уже традиционное открытие у нас проходит в Воскресенском кафедральном соборе. И этот фестиваль мы проводим совместно с Тверской епархией. Вот это то, о чем бы мне хотелось сказать. Ну и, конечно же, следить за афишей, следить за анонсом Тверской филармонии. Где можно следить? Где вы представлены, кроме как на сайте? Смотрите, конечно, сайт, это, конечно, баннеры, которые у нас внизу. Сейчас мы ищем тоже возможности визуально наши концерты рекламировать здесь. В городе понимаем прекрасно, что есть сложности с тумбами, но сейчас у нас есть такая возможность, мы помещаем информацию на этих замечательных новых остановках, которые сейчас есть в городе. Поэтому вот большая просьба следить заранее, потому что многие концерты действительно, к сожалению, когда приходят, говорят, вы знаете, а в зале мест уже нет. Поэтому сейчас мы имеем на сайте такую вот возможность, мне кажется, такую преференцию, я не знаю, пользуются ли ей остальные концертные организации. Но сейчас можно не просто забронировать, но сразу и купить по карте, оплатить билет и уже забронировать лучшее место в зале. Лучшее, кажется, для себя. Хорошо. Отлично. Но вот остается у нас буквально немного времени. Все-таки хотелось бы кратко, понятное дело, что это на самом деле тема вообще целой программы, но все-таки какие сейчас тенденции в музыке вообще существуют? Ой, вы знаете, современный мир, он чем интересен? Тем, что он настолько разный, он настолько разнообразный. То есть одновременно, если вот мы говорили бы, допустим, о какой-то конкретной эпохе, все равно есть какие-то признаки стиля, признаки, можно определить, что музыка вот она конца 19 века или середины, или она начала 20, или середины 20 века. То вот, мне кажется, ту музыку, которую пишут сегодня, спустя какое-то время, будет иногда трудно даже определить вообще, когда она сделана. Потому что сейчас можно писать и, условно говоря, в духе барочной музыки. Это будет современно. Потому что так, как писал Вивальди, вы все равно не напишите. И композиторы не то чтобы подражают, а используют тот музыкальный язык. Но будучи уже людьми современными просто по рождению и так далее, по мышлению своему, они все равно это делают по-другому. Я, например, слышал такого композитора Макса Рихтера, который, может быть, широкой публике известен больше по саундтрекам. Вот сейчас в кинотеатре идет фильм «К звездам», там его музыка. Вот. И он, например, пишет сочинение, у него есть такое, типа, «Времена года Вивальди». То есть он берет буквально дословные цитаты из музыки Вивальди, но конструирует из них какую-то такую минималистическую музыку. И, знаете, ну интересно слушается. То есть как бы ты понимаешь, что это такая игра. То есть это уже даже не постмодерн, а это уже такой пост-постмодерн. И, допустим, композиторы-минималисты по-прежнему занимаются, у них есть определенная ниша, они работают. По-прежнему люди в русле какого-то такого авангарда. Ну, авангард не в смысле, в буквальном, потому что авангард те, кто впереди, а в том смысле, когда он возник. То есть музыка, скажем так, с какими-то такими, знаете, очень шумовыми эффектами и так далее. То есть где, собственно, очень сложная для подготовленного зрителя. По-прежнему есть своя ниша, где композиторы, вот, они ее занимают, проводятся в фестивале, они пишут такую музыку. Кто-то пишет в более таком классическом академическом стиле, ну, ближе, скажем так, к музыке, к русской музыке, там, 20 века и так далее. То есть очень много разных событий, очень много всего, и даже порой не знаешь, как за всем этим уследить, чтобы хотя бы быть в курсе. Я уж не говорю о том, чтобы все это отслеживать и во все вникать, все отслушивать, это просто нереально, ну, совершенно. Вот, но хотя бы так вот прикасаться, что называется, и иметь представление. Я хочу сказать, что вот Сережа правильно все говорит, и если вспомнить наш первоначальный разговор, да, когда бы мы задавали вопрос, как вот, что является для него, источник вдохновения, вот этот минимализм. Я вам хочу сказать, как вот дирижер, да, как вот, тоже я много всего слушаю, я смотрю, все равно все-таки идет возврат так или иначе каким-то тональным истоком. То есть, вот, знаете, если была такая мысль, там, в середине 20 века, да даже в конце 20 века мы учились в консерватории, и говорят, что все тональная музыка по себе изжила, есть всякие направления, даже есть современные сальфеджио, когда говорят, вот эти вот лады, вот их мало, должно быть много. Я вам хочу сказать, все равно идет какой-то возврат, вот, я не знаю, когда слушаешь Сверидова, это очень, не знаю, Сережа, я в твоей музыке все равно нахожу какие-то вот, ну, преемственные связи, да, в том числе и с Георгием Васильевичем, с Сверидовым. И я вам скажу, что вот недавно совсем у нас был композитор Мартин Ромберг, который был приглашен, и вообще для нас была большая честь, что он участвовал в открытии Баховского фестиваля, вот в этом году, в 19-м. И оркестр исполнял, это была мировая премьера, сочинение, которое называлось «Флорес Малум». Вот он пишет тоже в разных стилях. Он пишет, во-первых, музыку для кинофильмов. Знаете, как вот, ну, вот «Игра престолов», да, музыка, которая, кстати, очень любит молодежь. У него много в этом стиле написано. Я послушал его сочинение, у него есть, допустим, сочинение «Рамаян», да, где он использует какие-то вот индийские инструменты, то есть какой-то, я не знаю, возврат слышания, не знаю, вот того вот этих каких-то древних инструментов в сочетании вот с современными какими-то новыми направлениями. Но я вам хочу сказать, вот этот «Флорес Малум», это, да, и там тоже зашифровано вот это было «БАЦХ», да, аббревиатура Баха. Я вам скажу, совершенно тональная, какая красивая, какая-то изумительная музыка. И ее очень тепло принял не только наш тверской, но и московский зритель. Ну что ж, к сожалению, наше время подошло к концу, но что, можно сказать одно, что о музыке можно говорить бесконечно. А лучше ее слушать. А лучше ее слушать. А для этого необходимо прийти и посетить музыкальную «Осень в Твери», которая продолжается сейчас у нас в нашем городе, в нашем регионе. Поторопитесь, потому что, как вы поняли, программа очень интересная, и, конечно, она найдет обязательно своего слушателя. Но я вас благодарю за участие. Спасибо. И, обязательно, мы ждем вас снова у нас в гостях. Спасибо. До свидания. Это была программа «Тема дня». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok